Мешает реклама? Жми на крестик! Всем привет, друзья! С вами Аракис, и в этом видео я хотел бы поговорить о таком вопросе, о котором, наверное, каждый задавался, возможно, в какой-то некой другой форме, но все же перейдем к вопросу, а стоит ли донатить в эту игру, и что, если и да, то что можно купить за эти деньги, которые вы влаживаете в игру, так скажем, развивая игру и кошельки всех разработчиков и так далее и тому подобное. Сразу скажу и в начале видео, что я не за, не против доната, вы не подумайте, я там не какой-то там хейтер, всему остальному, у каждого свой вариант, каждый сам выбирает, точнее, донатить нет, влаживать деньги в игру, в эту, в любую и вообще все остальное. Самый минимальный донат, который мы, наверное, проводим как минимум раз в месяц, это мы оплачиваем интернет, то есть это уже можно считать за некий донат. Но я приверженец играть в такие игры под эгидой фри-то-плей, поэтому в эту игру сразу скажу, как говорится, МАМАЙ КАЛАНУС ВАЩИ СЛИЩВАЩИ! Короче, в эту игру я ни разу не донатил и расскажу, в принципе, видео, почему. Итак, в принципе, перейдем в магазин, для того, чтобы было более наглядно. Перейдем по порядку, что можно купить и на что можно потратить. Давайте перейдем сначала по цене. Сразу скажу, цена у меня в ЮАХ, это гривны, то есть так как я нахожусь в Украине, Одесса, поэтому если вкратце перевести в доллар, ну, я думаю, поделить на 25, и вы поймете для себя и в рубли переведем и так далее. Я буду говорить не о именно сумме такой вот там, не будем затрагивать, к примеру, там у кого-то дешевле, у кого-то дороже, там донат и все, это зависит от страны в какой, но это буквально там разница небольшая, если честно. Будем говорить о плюсе и минусе. Ну, как, минус, сатана-то здесь. Минуса вы точно не получите, если вы здесь что-то купите, точнее, минус вы получите в своем кошельке, но в игре вы точно хуже не станете, правильно, от того, что вы купили себе кристаллов. Это, в принципе, логично. И оно то и предполагает. Но, если взять так, на что можно потратить? Вот, к примеру, да, вы купили, то есть, как бы самый выгодный пак. Вот, это в районе, ну, если на наши деньги перевести, то около 85-90 долларов. Ну, давайте возьмем цифру 100. 100 долларов, да, то есть, самый, типа, лучший пак. Есть, кстати, паки, которые там, админы там проводят акции, на которые есть паки, в которых можно руны купить. Сейчас этого, по-моему, нету. Да, вот есть вот такой вот пак, видите, да, за те же, по сути дела, 100 долларов вы имеете, получаете 50 тысяч маны, что, ну, реально бред, конечно же. 5 таинственных свитков, но, естественно, те же 3000 кристаллов, а вот это вот все, и плюс одна лего, это идет, как бы, типа, в подарок. Вот такие дела. Естественно, если вы хотите брать уже пак, то, естественно, купите вот этот пак, а не через магазин. Это, в принципе, логично. Такие акции, бонусы, они включают часто, поэтому, кто заинтересован в этом, он может воспользоваться этой услугой. И, так скажем, в кавычках, я не рекламирую эту игру, мне за это не заплатят, и я ни в коем случае никого не подосуживаю либо донатить, либо наоборот, там, к примеру, кто-то влаживал, там, в месяц, неважно, там, 50 рублей, да, а сейчас он послушал меня и думает, ой, не, это фигня. То есть, решать вам, опять же, я просто веду некое рассуждение. Итак, перейдем опять к магазину. Что же можно купить за кристаллы? Ну, самое простенькое, естественно. Это энергия, это приглашение на арену, перья. Перейдем к чайчику. Вот. Естественно, ману. Мана выступает как голдой, там, деньгами в игре и так далее. За ману можно что сделать? Вызвать монстров. За ману можно, самое главное, естественно, это улучшить руны, улучшать монстров, кормить корм и так далее. То есть, мана в игре является очень важной валютой, естественно. И, по сути дела, маны всегда не хватает. Не смотрите на мое количество, я просто правильно умею ее распределять и в школе, видимо, с математикой дружил. Да. Едем дальше. То есть, можно купить маленький пак маны. То есть, вы видите, в принципе, система такая же, как и с кристаллами, только с маной. Естественно, самый как бы выгодный вариант, это вот этот пак. То есть, за тысячу кристаллов вы будете получать сколько там, 2 миллиона, 100 тысяч маны. Сразу скажу по поводу рентабельности. Если тысячу кристаллов, то есть, плюсы и минусы, вы сами от этого получите от выводов моих, ну и, в принципе, сделаете и свои. Если вы потратите тысячу кристаллов на вот эту энергию, вот на вот эту энергию, то есть, покупая энергию, и когда она у вас заканчивается, и будете, к примеру, к примеру, просто, к примеру, фармить вот, вот эту локацию, вулкан, файмон, или файмон, просто вулканом, назовем хард-версию, я думаю, ее потянет, ну, многие, кто не тянет, можете фармить нормал. Нормал выгоднее по деньгам в соотношении потраченной энергии, потраченной энергии к мане. Хард более выгоден по опыту. Разница в процентном соотношении, там процентов 10, вот, в плане выгодности мана к опыту. Естественно, если вам, вы хотите меньше потратить времени и быстрее прокачать монстр, все используют, естественно, хард. Хелл не буду обсуждать, его мало кто фармит. Первое, из-за того, что его тяжело фармить, быстро, скажу так, можно, да, взять какого-то там водяного медведя, который будет полчаса проходить одну локацию, но это абсолютный бред. Вы знаете, что я хард фармлю буквально за 10-15 секунд роком, и меня это очень-таки устраивает. Вот, и в минуту у меня проходит там 2-3 раза как минимум эту локацию. То есть, если провести такую параллель, то за 1000 кристаллов, которые вы потратите на энергию, фармя вулкан, то есть хард версию, возьмем хард версию, вы вынесете по деньгам приблизительно. Я смотрел сайты, многие знают эту информацию, кто нет, просто слушайте, и уверяю вас, она правдивая. Средний показатель, скажу так, но эта информация была со старыми рунами, так как здесь падал вампирик, и они были чуть-чуть дороже. Но если, давайте отнимем, там буквально 5%, там даже 10, то есть вы вынесете с этой локации за 1000 кристаллов, потраченных на энергию, около 2,5, но если вычесть процент, давайте грубо возьмем, 2 миллиона 300 тысяч маны. То есть вы получите за продажу всех рун, которые вы оттуда получите, и просто за то, что вы прошли локацию, вам там дают какую-то определенную ману. Она, естественно, тоже рандомна. Вот, плюс. Это один плюс, то, что вы уже получите больше маны. Естественно, вы должны на это будете потратить времени, и немало, согласитесь. То есть всегда проще взять, хоп, и купить ману, допускай меньше. Но второй плюс. Вы прокачаете монстров, то есть корм для ваших, там будущих 5 звезд, там 6 звезд и так далее. А за эти там 1000 кристаллов, я так понимаю, то есть 1000 кристаллов и вообще в общее это время, вы, ну, корма, я не знаю точно, сколько прокачаете, но мне кажется, на одну шестерку уж точно хватит. Кто-то скажет, что это мало, кто-то много. Я просто от фонаря сказал одну шестерку, возможно, там вам и на две хватит. Я же не знаю, каких вы монстров будете качать и тому подобное. Если вы там будете качать чуть бы не с самого начала, там первозвездочных монстров, переводите к двухзвездочных, ну, вы понимаете, о чем я говорю. То есть это, возможно, и времени побольше у вас займет, и энергии вы побольше потратите, и от этого дольше все прокачаете. Итак, перейдем дальше. То есть, видите, вывод уже делать вам самим. То есть, купить сразу и потратить минуту, либо потратить побольше, естественно, в разы времени, но из этого излечь больше пользы за те же 1000 кристаллов. Перейдем дальше. Чаще всего, и 95%, наверное, куда тратятся кристаллы, это, естественно, вот в эти вот особые паки. Сразу же скажу, за 225 не советую покупать, разве что вы там только начали, и у вас, ну, резкая нехватка там монстра, вы хотите там получить три трехзвездочных монстра, ну, пускай вам там три переворотки упадет, но все же, я советую все-таки попременить, пособирайте эти кристаллы, от того, что у вас появится на вылете два монстра больше, вы игру не пройдете, да, и 40 уровень там не апнете за три секунды, поэтому соберите 750, здесь как минимум привилегии, смотрите, да, 225 умножьте, там, к примеру, если просто взять, да, 750 поделить на 10, то есть 75 кристаллов стоит как бы один вызов, если вот здесь вот умножить 75 на 3, вы получите вот 225 кристаллов, следовательно, там же три мистика, здесь вы получаете один мистик на шару, плюс еще и три пельменя ангелмона каждого свойства, то есть ветер, огонь и вода, то есть по одному, 15 уровня и бла-бла-бла, единственное, что их нужно, это, по-моему, эвейкнуть, насколько я помню, нужно эвейкнуть, то есть вы уже здесь получаете один халявный свиток, вроде бы там, пофиг от того одного свитка и все такое, но когда вы покупаете 2, 3, там 10 паков, когда вы играете в игру год, то есть согласитесь, разница большая, да, то есть вы с этого уже пака сможете там поиметь свитков там 20-50 уже лишних, просто халявных, назовем так, естественно, вот, чаще всего тратятся кристаллы сюда, но скажу так, тем игрокам, у кого уже монстров много, вот к примеру, как у меня, покажу просто наглядный пример, если у вас ситуация приблизительно такая же, вот, я покажу вам хранилище, и следовательно, вылезут мои монстры, вот, хранилище, этот монстр у меня раздет, я его хотел использовать, но уже не буду, этот монстр тоже у меня раздет, и использовать я его хочу, этот пойдет на корм, скажу просто, да, кого я хочу одеть, этого монстра, этого, ой, я прошу прощения, немножко я не на тех зашел, вот, кого я хочу одеть, в первую очередь, это Карла, на Карла у меня рун нет, вот, Канамию хочу одеть, вот, вот этого персонажика хочу одеть, вот, весь вот этот ряд, весь этот ряд я хочу одеть, вот этот ряд я тоже хочу одеть, согласитесь, уже десяток монстров у нас собиралось, вот этого монстра хочу одеть, вот этого бы прокачал, как бомбера использовать, Таню бы хотел бы прокачать, Джокер, который вы видите, у меня даже еще не 5 звезд, Тороче бы не отказался Вот эту девицу в гекс прокачал бы Все остальное того же пирата Вот прокачать можно Тьмы у меня недавно попался гор Тоже бы его прокачать хотел бы и одеть его в руны Но рун у меня нет Следовательно вы заметили Если грубо сказать у меня больше 10 монстров не одетых Но которые имеют потенциал И я их 100% хочу одеть Следовательно смысл мне Вот сейчас вот эти вот мои 4000 кристаллов Кровно заработанных там за месяц Может чуть больше Мне кажется даже меньше Так как было много ивентов на кристаллы Смысл мне тратить вот сейчас еще купить Там не знаю 4 или 5 паков И вызвать еще кучу Там пускай даже мне выпадет Там десяток первородок Во что мне их одевать Следовательно я просто потрачу кристаллы Эти кристаллы я вливать буду естественно в энергию На которую я все равно буду их вливать И единственное что Это сейчас просто у меня не хватает времени на это Плюс еще и вот вы видите Покажу вам рюкзак У меня копится постоянная энергия Вот здесь я ее даже не успеваю потратить Не то чтобы уже покупать энергию за кристаллы Следовательно кристаллы у меня копятся быстрее Чем я их просто физически успеваю тратить Да кто-то скажет Нифига себе мажор Все такое мне бы твои проблемы Это естественно Но те кто находится близко к моему этапу развития игры То есть кто играет там больше полугода Да я считаю кто играет больше полугода И кто просто играет чаще Часто И назову так правильно Потому что кто-то может играть полтора года А у него там несчастных 2 или 3 шестерки И он думает О боже как ты раскачал там своих не знаю 24 или 25 шестерок Да там за 10 месяцев Наверное с игры там не вылазит и так далее Да скажу в игре провожу не 5 минут в день Но как говорится нужно знать куда податься И как что правильно делать Поэтому вот Перейдем дальше Следовательно я бы тратил бы сейчас энергию в кристаллы То есть кристаллы в энергию Но перейдем к донату Стоит ли покупать Вот допустим мне на моем этапе Сейчас мне кристаллы купить Куда бы я их потратил Если бы к примеру там не знаю Кто-то бы там из подписчиков мне задонатил Как-то перекинул их Но это невозможно Куда бы я их потратил Я бы их потратил бы естественно в ману И я бы точил бы самые там не знаю Такие руны которые там 5 звездочные Какие-то там 4 слот крит урон Я бы их возможно бы проточил бы Я бы доточил бы руны там 1, 3, 5 слота На 15 Так как они Ну даже у топов они все плюс 12 Так как между 12 и 15 разница мельчайшая Естественно на это тратить ману Это ну простите Только идиоты тратят ману на это Когда вы Ну ладно может я кого-то обидел Разве что какие-то просто мажоры Либо просто чтобы засветиться в чате Класс у меня плюс 4 звезды руна Но я ее там 1 раз улучшил камушками Чтоб все увидели что она у меня Вау такая классная В топах плюс 2 скорости И плюс 5 процентов атаки Нужно точнуть ее на 15 Первый слот там или третий пятый Чтоб все увидели Класс вообще чума Короче бред полный Вы понимаете о чем я говорю Первый третий слот и пятый Не точите на 15 Максимум плюс 12 И в магазине их не советую покупать Так как на моем этапе Вы встретитесь с такой фигней Что вот этой руны Вот этой и вот этой У вас будет просто жопой И сменить вы сможете На какие угодно статы И все остальное То есть разнообразие будет полнейшее Но вот этой руны Второй слот Четвертый и шестой У вас всегда будет нехватка Так как они должны быть процентные Быть либо те которые вам Именно нужны В того либо иного монстра А их уже собрать естественно В разы тяжелее То есть соотношение Наверное Первый слот руны ко второй Это идет наверное 1 к 50 То есть хорошая руна К той что нужно Наверное замудренно Немножко сказал но в общем Первый третий пятый слот В магазине я не советую покупать И у вас всегда будет Вот столько маны Как у меня Шучу конечно же Рецепт немножко тяжелее Но о нем поговорим Возможно Какой то из дальнейших Выпусков В дальнейшем выпуске Моем Так перейдем дальше Что можно Куда можно еще потратить Так скажем Кристаллы Можно купить Кристальное озеро Можно купить Бурные скалы Все эти здания Для чего служат Для того чтобы ваши монстры Прокачивались Чуточку быстрее Но в чем минус этих зданий Я уже говорил В одном из своих видео Кто смотрел Поначалу Моего Моих съемок Так скажем Вот в чем минус То есть когда Ваш монстр К примеру Вы сюда кинули 5 монстров Там первого уровня Да если он докачивается До второго уровня То есть он будет Висеть Там со значком Левел ап До того момента Пока вы на него Не кликните И до того момента Пока вы на него Не кликните Он второй уровень Не возьмет И так далее Следовательно Это полнейший бред И тратить вот сюда 900 кристаллов Это абсолютная ахинея Многие у меня спрашивают Стоит ли покупать Кристального титана Скажу так Да Если вы не зашли В эту игру Для того чтобы Поиграть 1-2 дня Если вы собираетесь И вам она понравилась То есть вы хотите В ней как-то развиться То есть вам она интересна И вы тратите на нее время Советую вам Купить его Там чуть бы не с первых Ваших там Я не знаю Накопительных Назовем так Но все таки Первые наверное Своих там Тысячи полторы Две кристалла Потратьте на паки И вызовите более-менее Достойных монстров Все таки Поначалу решают Монстры А не руны Поначалу Потом уже Абсолютно наоборот Вот В дальнейшем решают Не монстры Которые у вас есть А руны Которые на них одеты Как ни крути Но не всегда естественно Но все таки В соотношении 70 на 30 я уверен Поэтому вот так вот То есть Кристального титана Стоит покупать И он у вас окупится Через по-моему Там 100 дней По-моему да 100 дней Сколько он стоит Я даже уже не помню По-моему Ой Честно я не помню Сколько он стоит Посмотрите Если вы не купили Его советую покупать И честно Если вернуться бы во времени Я бы купил бы его На месяца Наверное 2 раньше Естественно Он у меня уже давно Окупился И уже давно Ну Свою прибыль несет Дальше Что еще Можно купить Так Что у нас тут Еще можно купить По валюте Ну здесь в принципе Ничего Пробежимся По особым пакам А кстати По поводу бустов Бусты Да это одна из тех вещей На которые вы сможете Потратить кристаллы свои Но при таком учете Смотрите что Если вы там Не знаю Полчаса в день посидели Смысл вам от этого буста Правильно Если вы там намерены Не знаю Какие-то там выходные Поиграть все остальное То есть Буст вам в помощь Вы в 2 раза быстрее Прокачаете корм То есть Все что дает буст Это просто Увеличитель опыта Для ваших монстров То есть Они быстрее Качаются В 2 раза То есть Монстр должен Там 500 опыта Получить С бустом Он получит 1000 Система проста И 2 раза 2 Ну и не знаю Билет на смену Ника Я никогда не покупал Пока не пользовался Нужен он вам или нет Решайте сами Также Ввели в игру паки Рассмотрим их Более детально Здесь вы видите Ежедневные 20 кристаллов Плюс 5% По кристаллам Я слова не буду Говорить никакого Поговорим о всяких бонусах И фишках 5% бонуса к мане То есть Любую ману Которую вы выбиваете В локации Там и все остальное Не считая продажи рун Вы будете получать На 5% Больше Бонуса маны Скажу так Ну не знаю Если для вас это решабельно То вы можете купить В принципе По деньгам Это не так уж И много Там Для многих Там за 2 недели Там 100 гривен Да это там Сколько там 4 доллара Или 5 Вроде бы как немного Едем дальше Здесь вы видите 5% К опыту И плюс Одно желание В день дополнительно Тут энергия Кристаллы Бла-бла Вот Здесь Бесплатное снятие Рун На 1 день В принципе Вот это я знаю Часто Покупают Всякие топы Которые Очень быстро Хотят Там сменить Руны Которые Там Не знаю Где-то чешутся И хотят Побыстрее В принципе Это тоже Не огромнейшие Деньги И сутки Для того Чтобы поменять Руны Это в принципе Тоже немало Это же не полчаса Не час До сутки Поэтому В принципе Неплохо Были бы Деньги Я бы наверное Покупил бы Так Смотрим дальше Получили Ну вот Это камни Камни Тоже Это такая Некая Замануха Да В камнях Проще Получить Через камни Проще Получить Какого-то Монстра Из тех Которого Вы желаете Так как Вот этот Вот список Из там 900 мобов Да Ну там К примеру Пускай даже 500 Он сокращается Резко Там Ну К примеру Там До 25 Следовательно Проще Получить То что Вы бы Хотели Шанс Не повышается Но просто Проще Из того Узкого Круга Получить То что Вы хотите Ну И здесь Просто Вот Больше 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 Частиц Вам дают Больше Маны Больше Кристаллов Бла 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 Вот И самое Наверное Основное Это вот Пак Маны Сколько Это Здесь Получается 400 тысяч Маны Всего Лишь За А Ну Хотя И по Деньям Мне показалось Просто Что здесь 2000 Вот Ну 400 тысяч Маны Лично Для меня Это Немного В день Я набиваю Порой Чуть бы Не в два раза Больше Даже Фармя Того же Дракона И так далее Там Руны Иногда Падают Которые Продают По 30 тысяч Задумайтесь Да Руна 30 тысяч Это Немало Плюс За Заход Получаешь Там Около 4 5 Тысяч И так Далее Кристаллы Энергии Все Такое Поэтому В принципе Наверное Это И все Чтобы Я хотел Рассказать О Донате Донатить Или Нет Это Решать Вам Что Донат Здесь Не решает Фактически Ничего Единственное Есть Вот Эти Вот Донаты На Паки Рун И то Не факт Что Если Вы Задонатите Вот Эту Руну Там И вам Что-то Попадется То есть Хорошие Вам Могут Упасть Такие Говнячие Руны Что Будете Просто Проклинать Эту Игру Еще Больше Чем Если Вы Купили Там Десяток Паков Вам Не Упала Ни Одна Первородка Поэтому Не знаю Опять же Решать Вам С другой Сторон Вам Может Повезти У вас Выпадет Чуть бы Не Топ Сет Какой Вы Одените На своего Любимого Персонажа Либо На голову И От Этого Улучшите Свой Средний КПД И Поднимитесь Где-то На арене На этаже В башне И тому Подобное Вот Дальше Что Скажу Здесь Система Такая Что Даже Если Вы Там Потратите 100 200 300 Долларов В игру И Накупите На Эти Деньги Там Кучу Паков Там Всего Остального То есть Именно Свитков Из всего Этого Сможет Точнее Есть Шанс Что Не Вызовите Абсолютно Ничего Того Что Вы Хотели То есть Вы Должны Это Тоже Прекрасно Осознавать То есть Есть Много Видео В которых Человек Вызывает Играть В игру Либо Создают Там Какой-то Класс Создан Твинка Аккаунт Чтоб Там Словить Какого-то Зайрос А да Ему Там Попадает Зайрос Который Он Не Сможет Одеть Ладно Но Не Об Это Дело А О том Что К примеру На 5 10 20 Уровне Человек Зашел Где-то Мистик Выпал Где Угодно Он Вскрывает Этот Мистик А ему Падает Первородка И Такое Бывает То есть Вы понимаете Рандом Он Везде Рандом И У каждого Он В свое Время Сработает И Вы Получите Свою Первородку Но Опять Женей Нех Молиться Не Нужно То есть Это Не То Ради Чего Стоит Играть В Как Не Крути Ну В Принципе Это И Все По Сегодняшнему Данному Видео Своей Идеей И Пожелания Может Там Комментарий Может Я Что Не Так Сказал Либо Либо Где-то Меня Поправьте Оставляйте В общем Все Свои Комментарии Внизу Либо Мне В личку Вконтакте Также Добавляйтесь В группу Которая Есть В Описании Всем Удачи Решать Покупать Либо Что-то Не Покупать В Этой Игре Сугубо И Лично Вам Всем Пока